Инсталляция, собранная из картин пермских художников, экспонатов Краеведческого музея и фондов Пушкинской библиотеки. Всё вместе должно вызывать ассоциации с творчеством Астафьева. Опасная для послевоенных лет композиция. Чайник стоит на журнале с портретом Сталина. За такое можно было получить срок. Рядом гимнастёрка и фуражка. Их ещё долго носили офицеры и солдаты, вернувшиеся с Великой Отечественной. Другой одежды у них не было. На открытии выставки и инсталляции жили всему вопреки. Выступил пермский писатель Роберт Белов. Младший современник Виктора Астафьева. Он один из немногих сегодня, кто был знаком с писателем лично. Пройти такое до самого конца войны окопником, это больше не в состоянии повторить никто. И об этой войне он и писал. Об окопной войне, о войне солдатской. И всё. Не стало Вити, не будет никого. Потому что снова это никто не пройдёт или пройдёт свою войну. Из фондов галереи Марис Арт в эту инсталляцию внесены работы наших художников-фронтовиков Петра Аборина, Ивана Борисова, Александра Репина и более молодых Анатолия Филимонова и Константина Николаева. По времени его картина «Самая свежая» сделана в 21 веке. А это полотно написано 50 лет назад. Специально для выставки его отреставрировали. Портрет Виктора Астафьева работы художника Петра Аборина не просто прижизненный, он дружеский. Художник и писатель много общались. Собственно говоря, Астафьев ему подобрал и дом в Буковке, в котором потом они проводили лето с семьёй. И они были большими друзьями. И в дневниках Аборина это прослеживается. Помимо того, что их объединяла общая биография, ну как бы биография поколения, также общие увлечения. То есть они были два заядлых рыбака и, разумеется, два человека, связанных с искусством. Здесь же целая подборка книг Виктора Петровича Астафьева, которую подготовила библиотека. Их можно брать с полок, перечитывать, погружаться в атмосферу послевоенного времени, специально созданную для пермских читателей. Проект «Жили всему вопреки» доступен на первом этаже библиотеки Пушкина. Выставка продлится до 12 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok